Ахой, яхтсмены! На парусном канале Нортман мы продолжаем знакомить вас с польскими закрутками геннакера Маст. Сегодня мы делаем апгрейд базового комплекта закрутки до системы Топдаун для сворачивания больших геннакеров для полных курсов. Сложность ситуации в том, что, во-первых, передняя шкаторина, но, к примеру, паруса типа А2 на 8-10% длиннее расстояние от выхода фала до крепления галса, а, во-вторых, основная полонта большого геннакера находится в верхней трети паруса. Чтобы его свернуть ровно, без образования воздушных пузырей, которые чреваты тем, что парус будет пытаться взять ветер, развернуться, его будет мотать в сильный ветер очень неприятным образом. Но вот нам необходимо добиться того, чтобы геннакер сворачивался четко сверху вниз. Для этого к базовому комплекту, который состоит из барабана и верхнего вертлюга, мы приобретаем дополнительный вертлюг на барабан и устанавливаем его. Кроме того, нам необходимо будет изготовить мягкий штаг, который будет соединять центральную часть дополнительного вертлюга на барабане с верхним вертлюгом и передавать вращение с барабана закрутки на верхний вертлюг. На экране вы видите принципиальную схему, которая показывает комплектность стандартной системы для дрифтеров и скритчеров в сравнении с системой топ-даун для больших геннакеров для полных курсов. Для правильной передачи вращения крайне важно подобрать хороший материал для вашего мягкого штага. Мы перепробовали и полиэфирные тросы, и кевларовые, но наилучшим все-таки является специализированный нескручивающийся трос. Чем он отличается от обычного? Чтобы показать это, я расплел оболочку нескручивающегося троса. Вот видите, рубашка у него серая, сердечник желтый, а сердечник закрыт дополнительной резиновой оплеткой, которая усиливает контакт между сердечником и рубашкой и не позволяет просто рубашке прокручиваться вокруг сердечника. После замера фактической длины на яхте вы можете оформить концы мягкого штага огонами с ковышами, но и зафиксировать их либо прошивными марками, либо специальным тросовым зажимом, ну и потом защитить термоусадку. Фалловый угол гимнакера мы крепим к верхней части мягкого штага, закрепленной на верхнем вертлюге, а галсовый угол мы крепим к боковому рыму на дополнительном вертлюге, который стоит на барабане. Когда мы начинаем крутить барабан управляющим линьем закрутки, то он вращает мягкий штаг с зафиксированным на нем фалловым углом паруса, а в то время как, как вы видите, галсовый угол до поры до времени остается неподвижным, практически до самого конца скручивания. Таким образом, система сворачивает гимнакер сверху вниз, сначала сматывая основную мякоть паруса, а только затем забирая более узкую нижнюю часть. Хотел бы обратить ваше внимание на два очень важных момента. Во-первых, не стоит экономить ни на самом нескручивающемся тросе, ни на его диаметре. Как видите, вот этот мягкий штаг я когда-то изготовил из 6-мм троса, что для мачты длиной 12,5 метров является явно недостаточным. То есть на такую длину нужен уже более серьезный линь порядка 10-11 миллиметров. Поэтому вот этот тонкий линь все-таки перекручивался. Вот видите, до сих пор видны на нем заломы. Вот. И закрутка у меня срабатывала сначала где-то через раз. Не каждый раз. Это потому, что 6-мм трос подойдет для яхты 5-6 метров. Для 7-8-метровой яхты стоит выбрать уже 8-мм трос. И для яхт размером 9-10 метров желательно взять трос 10-11 миллиметров. Во-вторых, для правильной работы закрутки вам нужно приучить ваш парус и мягкий штаг сворачиваться. Ну, подобно тому, как вы сначала вручную раскладываете новый грот в лэйзи-бэге, чтобы приучить его падать складками в сумку. Для этого стоит поставить генакер в безветренную погоду и несколько раз аккуратно его свернуть-развернуть. Ну, дальше дело пойдет легче. В рабочем режиме, возможно, вам тоже нужно будет обкатать технологию уборки паруса. Может быть, сильнее набить мягкий штаг. Может быть, придется полностью бросить шкоты. Адаптируйтесь по ситуации. Ну и помните, что вы всегда сможете убрать генакер обычным способом. Под гиг, например. Если что-то пошло не так. На экране вы видите размерный чертеж закруток. Модель G25 имеет прорезь на барабане и вертлюгах под 6-мм трос, а модель G30 до 10-мм. Если вы желаете на яхте, например, 7-7,5 метров, нести и закручивать бакштаговый генакер, возможно, вам имеет смысл взять модель G30, чтобы без проблем использовать 8-мм нескручивающийся трос. Кроме того, такой генакер уже может быть площадью около 40 квадратных метров, а это верхняя граница для модели G25. Трос, конечно, можно немного сжать, и у владельцев более крупных яхт просто нет другого выбора, чтобы вставить в прорезь 10- или 11-мм трос, но выигрыш стоит таких усилий. При этом просто советую использовать кож меньшего размера, например, от восьмерки. В итоге у нас получилась универсальная система. Базовый комплект закрутки может быть постоянно смонтирован на лодке. С его помощью мы несем код Zero от полного бейдевинга до крутого бакштага. Ну, а если ветер отходит дальше, то мы сворачиваем код Zero, спускаем, отстегиваем его, убираем в кису, достаем, например, геннакер типа А2, намотанный на мягкий штаг, с установленным на нем дополнительным вертлюгом, и ставим его на закрутки. Привязываем шкоты, и вуаля, у нас уже система топ-дау. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях, мы ответим на все, обсудим нюансы работы закрутки, подбора комплектующих для вашей лодки. Удачного парусного сезона! Субтитры подогнал «Симон»!